Амарант – настоящий хлеб славян. Вот почему Петр I жестоко запретил выращивать амарант. Как непостижимо прекрасна и загадочна природа. Смотришь на растения, думаешь, что это сорняк, а оказывается – щевица, бархатник, оксамитник, петушинные гребешки, кошачий хвост, лисий хвост. Название у этого красавца предостаточно. Привычный для глаза любого дачника-городника цветок амарант хранит величайшую тайну. Мара – богиня смерти у древних славян. Амарант в буквальном переводе означает «отрицающий смерть». Навальная буква А, начальная буква А и имя страшной богини формируют волшебное слово, намекающее на бессмертие. Когда-то амарант был основной пищей славянских народов. До реформ Петра I крестьяне и прочие работники отличались отменным здоровьем и были долгожителями. Почему же Петр I запретил выращивать это растение и делать из него хлеб? Доподлинно неизвестно, к сожалению, и очень жаль, что все так сложилось, люди слишком много потеряли, перестав питаться амарантом. Семена амаранта Чем больше ученые исследуют это растение, тем больше узнают потрясающих фактов. Уникальные качества семян и масла амаранта исследовал Николай Иванович Вавилов еще в 30-х годах 20-го столетия, но после его смерти многие работы были утеряны. Только сейчас мы заново ознакомимся с этим природным лекарем. Полезные свойства амаранта Абсолютно все части растения содержат масло, крахмал, разнообразные витамины, микроэлементы, пектин, каротин, бизин, минеральные соли. В Японии амарант ценится за свой супер состав так же высоко, как и мясо кальмара. Второе. Семена чудо растения содержат ценное масло. Очень вкусно употреблять их в пищу в слегка поджаренном виде. По вкусу они напоминают кедровые орешки. Семена можно добавлять в любые мучные изделия, запеканки, торты. Листья амаранта богатыми витамином С, каротином, флавоноидами, солями, кальция, калия, цинка и марганца. Их успешно применяют для лечения панкреатита, гастрита, сахарного диабета, при опухолях, заболеваниях почек и печени. По вкусу листья подобны шпинату. Что можно из них приготовить? Суп, различные салаты, компот, чай, сироп. Можно использовать листья, как начинку для пирога и блинов. Вкуснейшая и безумно полезная еда. Четвертое. Масло амаранта является источником сквалена, мощнейшего антиоксиданта. Недавно ученые выяснили, что сквален содержится в кожном секрете человека. Масло амаранта чудесно восстанавливает кожный покров, заживляет раны. Этот продукт можно применять наружно и употреблять в пищу. Экземы, грибковые заболевания, кожные инфекции – все это вылечит бесподобное масло. Пятое. Настои и отвары из амаранта останавливают кровь, лечат печень и сердце, желудочно-кишечные инфекции. Настои растения лечат недержание мочи у детей. Шестое. Сок амаранта и растертую зелень можно применять как лосьон, маску для лица или бальзам-ополаскиватели для волос. Биологически активные вещества действуют благотворно на кожный покров, омолаживают, придают волосам блеск и эластичность. Вот какой он сорняк. Седьмое. Мука амаранта делается из семян. Этот продукт не содержит глютена, поэтому из такой муки получаются очень полезные изделия. Мука амаранта способствует снижению сахара в крови, помогает похудеть, положительно влияет на работу ЖКТ. Необыкновенное растение. Столько всего хочется рассказать о нем. Невозможно уместить весь мой восторг в одну статью. Амарант можно выращивать и в домашних условиях на подоконнике. Итак, почему же Петр Первый жестоко запретил выращивать амарант, если в этом растении столько полезных веществ? И теперь вопрос. Как вы считаете, Петр Первый был за здоровье нации или наоборот за истребление? Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех самых последних интересных событий. Продолжение следует...